На Ямале введена новая мера соцподдержки для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категории людей. Это участники инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, а также работавшие в период войны на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектах. Тему продолжит Альмира Новоселова. Пять лет назад в квартире Галины Петровны Богатыревой делали ремонт. Тогда деньги ветеранам выделялись в честь юбилея округа. В этом году ей, имеющий статус несовершеннолетнего узника фашизма, приравненного к ветерану Великой Отечественной войны, полагается 100 тысяч рублей на ремонт квартиры. Ну, конечно. У ванной надо меня все облучилось. У ванной. У туалета тоже. Надо сверху текло, и так прямо обои все грязные. Переминить надо краны. В городе Семилистинец сейчас проживает 26 человек, которые относятся к категории ветеранов Великой Отечественной войны, но только 9 из них являются собственниками квартиры. Это одно из условий получения окружной единовременной выплаты. Причем, неважно, полностью или долей он владеет. Стоит отметить, что новая мера соцподдержки предоставляется один раз в пять лет. Первое условие – постоянное проживание ветерана на территории автономного округа. Жилое помещение, в котором проживает ветеран, должно также находиться на территории автономного округа и должно быть пригодным для проживания. И еще одно условие – то, что жилое помещение должно принадлежать ветерану на праве собственности не менее пяти лет. Жилым помещением может являться дом, часть дома, квартира, либо комната. Предоставлять чекеле каким-то образом отчитываться ветерану не надо будет. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова